Бушет кофе лап я пока не знаю что это такое я на самом деле тоже очень заинтригован потому что ну пуше это очень известная петербургская сеть историческая можно сказать кондитерской да то есть прекрасный выпечкой тортами это наверное какой-то новый их формат именно с акцент на кофе судя по названию пошел посмотрим мы сейчас всеми силами пойдем тем что все успели Он занимает Бушек как кондитерский, но уже намного гораздо больше, чем просто кондитерский. Бушек Кофелаб, мы находимся внутри этого удивительного, ну, уникального, скажем так, места. И, Иван, что такого уникального, кстати, ты увидел? Я в шоке, в хорошем смысле слова, от увиденного. Абсолютно потрясающая концепция, интерьер. Ну, наверное, вы уже увидели в видео, насколько все стильно. Очень навороченное оборудование. По последнему слову, скажем так. По последнему слову, да. То есть пространство рабочее Бористо очень эргономично организованное. Мега-машины, мега-копинолки, ростер-провод. Ну, то есть, есть все составляющие для того, чтобы производить хороший продукт, как в зерне, так и в чашке. Выпили два потрясающих эспрессо. Хочется сказать, завидуйте. Еще интересное совмещение, да, которое в последнее время мы стали наблюдать. Это и сравнение кофе с вином, да, и вот оно здесь непосредственно с вином и присутствует. Это как раз то, о чем уже давно говорят, что по сенсорике очень близко восприятие сенсориальное как вина, так и кофе. Кстати, в кофе гораздо больше, значит, дескрипторов, чем в вине. Но хорошие вины и хороший кофе, они очень именно близки, да. То есть, есть мир спешлти кофе, есть условный мир спешлти вина. И это очень интересный именно формат, вот такое вот соседство, где можно и насладиться и любителем кофейных напитков, и любителем вина. В данном заведении, кажется, можно еще и прекрасно перекусить. Ну и внизу, как классическое гуше с большим выбором кондитерских изделий, уже хорошо знакомым как жителям Петербурга, так и нашим гостям. И приходите, не пожалеете, просто потрясающе.